Друзья, всех приветствую на своем канале Абхазия Пикзунда. Сегодня я хочу вас познакомить с человеком. Это девушка Юлия, ее зовут. Мы встретились с ней в Абхазии. Она приехала из России. Вы познакомились, подвозила я девушек. Они стояли, ловили попутку. Мы как раз в Сахума ехали. А я ездила на занятия в Афон. И как раз девочек подвозили. И довезла до дома. Мы познакомились. Сейчас у нас детки дружат. Мы гуляем вместе периодически. То, что мы ездим на попутках, это очень, кстати, такая вещь полезная. Приобретаешь новых друзей, знакомых. Полезное знакомство. И сейчас дружим, можно сказать, семьями. Юля, скажи, пожалуйста, сколько ты здесь живешь в Абхазии? В Абхазии я живу почти два года. Чуть меньше двух лет. Попала я сюда из Крыма. В предыдущий момент мы жили в Крыму. До этого мы жили в Воронеже. А родом вообще я с Воркуты. В Крым мы поехали на первый карантин. Пробыли там лето, сезон. В общем, были с марта и все лето. А потом лето закончилось. Это вот когда ковид начался. Это был просто отмечался год. Когда лето закончилось, я пару раз сначала одна приехала в Абхазию. Мне очень понравилось. Хотя ранее я уже тоже была с детками. И первое, что съела моя третья дочка, ее первый прикорм, это был мандарин с ветки в Агудзере в саду. Там есть совхоз, целый мандарин в сад. Сейчас я туда вожу туристов. Вот это было первое, что съела здесь моя дочка. А первый раз, когда мы попали в Абхазию, еще когда-то там давно-давно, это было очень весело, очень интересно. Нас везли в автобусе с детками, еще мы с двумя. Еще Мирочки у нас не было, третьей девочки со старшим ездили. Просто на автобусе приехали на пару дней. Были как раз какие-то шторма везде. Мы ехали вообще в другое место и так случайно решили, чтобы все побережье тогда было затоплено везде. Были какие-то погодные такие условия. И мы как-то так случайно решили, ну в Абхазии хорошо, сейчас там нету вот этого, что там была непогода везде в Краснодарском крае. И мы поехали в Абхазию. В общем, знакомство с Абхазией мне говорит, куда ты едешь? Я ехала с палаткой, с детьми. И было это 3-4 года назад, еще вот этот дикий отдых, да, и вот такие вот знакомства, как у нас с вами, они еще были не так распространены. Мама, мама, мне кто не хочет. А здесь есть везде? И нас, мы ехали на автобусе с Краснодара до Абхазии, прям до Питсунду, нас автобус должен был привезти. Сначала нас, а водитель был Абхаз, сначала он нас забыл, значит, дети спали в автобусе. Я быстро говорю, в Сочи, остановка, пошла в туалет. И вы представляете, просто секундочка прошла, я вышла, и в автобус начинаю ехать, и так давай, в автобус села, и благо села, и поехала в туалет, и не сходила. Потом он забыл нас на границе в 5 утра, меня с детьми и семейную пару, ну, то есть мы все вышли на пункте досмотра. А потом, когда мы с вещами такие подходим между двух границ и хотим сесть обратно в автобус, водитель наш уехал. А его-то нет. Да, кстати, рано утром, никаких еще маршруток, мы между двух границ, ну, это было весело, в общем. Вот, и тогда тоже я приехала еще с двумя детками, и уже тогда намедитировалась, намечтала старшую дочку, именно вот прям в Питсунде это и происходило. Я к тому, что вот насколько все это не случайно, и я вернулась, все было домой, то у меня там еще муж ждал на тот момент, быстро у нас там все это получилось, и потом вот так как-то все случайно сложилось, случайно, не случайно, что я теперь в Абхазии со своей вот этой третьей дочкой, с детьми, вот. Вот, мы пожили, получается, в Крыму как раз сначала, а потом я вот поездила сюда и посмотрела, что здесь теплее, что здесь удобнее, там, ну, что-то дешевле, что-то проще. И если я хотела что-то изменить, впереди была зима, и я давно хотела как бы провести зиму, попробовать в Абхазии, да, в теплых краях, в субтропическом климате. Мы жили в Евпатории, получается, в западной части Крыма, там все-таки, ну, ветрено, похолоднее, чем здесь, тоже хорошо, очень удобно для детей, хороший город. Если брать какие-то плюсы и минусы, да, то, безусловно, там, например, уровень образования лучше, каких-то кружков лучше, ну, и как бы русские люди рядом, и в этих моментах попроще. Почему выбрала? Я ехала просто на одну зиму. Заканчивается та зима, и я поняла, что я хочу как бы здесь остаться, и пока не хочу особо никуда возвращаться. Начала здесь заниматься своими любимыми сапами, в Крыму тоже я этим занималась, потом еще отучилась на йогу на сапах, начала еще экскурсии параллельно водить. Извини, перебью. Объясни людям, пожалуйста, некоторые могут не знать, что такое сап. Сапборд – это доска надувная с веслом, ты на нее встаешь, сидишь, лежишь, все что угодно, можно, удобнее всего стоя вообще, база, да, такая правильная. И берешь весло, и гребешь два грибка справа, два грибка слева, и плывешь, медитируешь, наслаждаешься, путешествуешь по морю. Да, это здорово. Юля, скажи, пожалуйста, сколько денег потребовалось? Много вам, чтобы для переезда сюда? Для переезда нет, мы поехали на поезде, только как раз запустился поезд из Симферополя до Сочи, новый маршрут только запустился, мы в него сели, положили все наши 6 или 7 здоровых чемоданов. То есть это все вот так вот на поезде вы перевозили? Каяк мы, кстати, тогда, да, он тоже, кстати, 14-килограммовый. Да, у нас было там сколько, ну, билеты на каждого ребенка, и там же сколько-то выделено килограмм. У нас был где-то, ну, может, небольшой один перевес, ну, что-то мы там чуть-чуть доплатили, а так, обычные билеты, я не помню, сколько они стоили. А приехав сюда вы как здесь жильем определились? Приехав сюда, мы сначала жили, вот, где я снимала просто посуточно, там я заранее уже договорилась, когда я сама еще одна первая ехала, я уже заранее догрелась туда же, вот, что там, до конца месяца я тут поживу. И на две недели я договорилась посуточно, там, ну, может, тысячу, это был сентябрь, я платила в сутки. И думала, что вот за эти две недели, если я решу оставаться, и что-то подходящее найду, то останусь. Да, и получается, что октябрь я еще искала, где-то в середине октября я уже нашла в Гаграх дом, мне там знакомые, у меня появились знакомые, помогли. Ну, и мы, собственно, остались в этом доме. Ну, отлично, здорово. Юля сейчас купила машину, уже приобрела. Гоняет здесь на машине, поэтому уже обзаводится своим уже, как бы. А здесь чем ты занимаешься еще? Какие у тебя кружки, Юля, ты хотела рассказать? А здесь, если хочешь открыть, здесь я вообще хотела бы открыть центр, где будут все виды йоги. Я недавно приехала в Сочи, училась три дня там йогу в Камаках. Это очень удивительная практика. То, что можно достичь на коврике за месяц, скажем, то на гамаке можно достичь за несколько дней. Да, то есть это более быстрый доступ прокачать свое тело, соединиться с йогой. Это удивительно, уникально. Также шпагат намного проще достичь в Камаках, да, и очень много есть там техник, буквально, можно сказать, мануальных. Потому что даже та же шавасана в Камаке, это буквально убаюкивание внутриутробное. Потому что вот он такой большой гамак, и ты в него лежишь в конце практики йоги в шавасане. И это просто какое-то соединение со своим внутренним ребенком, отцы такой в детстве. Вот это вот баюки, уникачание этого гамака, это просто удивительно. Я хотела бы открыть центр, в котором были бы и детки заняты, и мамы заняты, да, чтобы мамам не пришлось, чтобы в одну комнату мама привела ребенка, оставила его. И зашла в соседнюю комнату, и сама позанималась йогой, позанималась каким-то развитием, да, чтобы не хочется привязываться к чему-то одному. Я сама очень такой многогранный, разносторонний человек. Также у нас тут в сентябре получился еще фестиваль, был удивительный фестиваль. Получилось его провести, несмотря на ковидную ситуацию. Так мы его в ограниченных, конечно, такая арт-ярмарка больше, наверное, получилась у нас, нежели чем масштабный фестиваль, который мы планировали. Мы все равно очень благодарны за помощь курорту, администрация курорта нас поддерживала, да, и тут возле курзала в Петсунде мы проводили этот фестиваль. Приезжали мастера с Адлера разнообразные, там был гончарный круг, там были аромамасла дотеровские, разные местные мастера у нас стояли со своими товарами, да. Приглашали мы грачиков, они сянут, виртуозный скрипач современного поколения. Ну и в общем, было интересно, в конце у нас фаер-шоу было, то есть был такой микс и местных мастеров, и каких-то друзей своих с Адлера я звала, потому что опыт проведения таких мероприятий тоже уже есть. В Воронеже, в Крыму тоже я была с организатором разных фестивалей. Вот, и хотелось бы, чтобы просто в Абхазии, почему я завела речь о детках, о мамах, потому что видно, что когда какая-то непогода, например, да, дождь идёт или ещё что-то, ни деткам, ни мамам, как правило, ну, все кружки останавливаются. Да, вот у меня сын футболом, например, занимается футбол, естественно, нет. А вот сами видели, январь-февраль был такой, что ну вот у нас ничего нет, да, там ковид, не ковид, вот эти все моменты, хочется, чтобы это было какое-то всё-таки более свободное пространство от этих вещей, да. Всё равно сейчас все свободные люди вот такие вот, которые вот так вот знакомятся, перемещаются. У нас сейчас таких очень много, которые любят йогу, любят здоровый образ жизни, им чего-то не хватает, они вот хотят как-то развиваться. Мне тоже хотелось не привязываться, хотя йога-центр в Абхазии, это было очень круто, но не просто привязываться к чему-то одному, да, и может это какой-то коворкинг пространства, чтобы туда приезжали, опять же, например, сегодня приехал какой-то мастер, и он там русское географическое общество, например, показало какой-то фильм, мы все перезнакомились, познакомились, то есть какие-то полезные знакомства, такое вот расширяющее пространство, которое бы каждого друг друга бы наполняло бы чем-то, все бы там обменивались бы опытом, люди бы развивались, дети, люди рядом, мамы бы счастливы были, потому что движение – это жизнь, а если энергия не двигается, да, как вот зачастую я вижу здесь, с чем я столкнулась, например, когда фестиваль проводила, видно, что очень сложно людей, у нас много было помощников местных, да, из местного, элементарные вещи, там, принести стул, там, подолжить колонку, там, подвести провода, еще что-то, настолько сложно с местным менталитетом, потому что ты просто отворачиваешься, а человек исчезает, и ничего дальше не происходит, да, и то есть видно, что, ну, не хочется говорить, но на энергетическом каком-то уровне, я не знаю, как это объяснить, да, но люди немножко вот там после войны, понятно, что, да, была война, всем тяжело, еще что-то осталось у людей, но уже прошло 40 лет, мне кажется, давно пора жить дальше, да, и если мы тут русские, нерусские, абхазы, армяне, кто бы тут ни был, есть, наверное, что-то высшее, чем нация, да, это человечность, и в каждой нации самое важное, это вот это и есть, да, человечность, и не надо уже, там, наверное, на все эти вещи обращать внимание, а просто нужно двигаться, чтобы энергия к тебе двигалась, чтобы ты двигался, как-то развивался, твои дети развивались, и быть свободным, наверное, от этих всяких ментального мусора, так бы это, по-моему, вот хочется чего-то такого. Юлия, легко ли договариваться здесь, чтобы открыть, что-то это? Нет, дается сложно, потому что, ну, скажем так, фестиваль у нас образовался, хотя сначала нас, вроде, поддерживало Министерство культуры, потом оно, как бы, из-за, там, мы очень долго разбирали, там, законодательно, да, что, вроде как, в тот момент это был сентябрь, конец сентября, да, вот, 21-го года, а фестиваль назывался Амшин, море, это прекрасно. По законодательной какой-то области, вроде как на открытом пространстве мы проводили фестиваль, все можно, все допустимо, по всему норму, но потом мы смотрели указы президента разные, ну, и, как бы, Министерство сказало, что, вроде как, и на открытом пространстве, ну, тоже есть какие-то ограничения, поэтому, ну, и не стали, в какой-то последний момент, они нас оставили, да, и мы остались, по сути, ни с чем, и до фестиваля оставалось уже мало времени, и, скажем так, что в итоге нам помогли наши спонсоры, это My Green Energy компания, солнечные панели, ну, в Абхазии они занимаются солнечными панелями, перебойниками, еще там какими-то вот такими моментами, и вот пока рядом, скажем так, не встали, ну, вот, администрация курорта, да, тоже нам помогла, но пока рядом вот не оказались местные люди, по сути, наверное, здесь невозможно ничего сделать, ну, это вот мое такое ощущение, я не знаю, насколько это так, да, это вот чисто... Ты на своем опыте говоришь, да? Да, я говорю именно, вот, может быть, можно что-то по-другому, я вообще считаю, что нет ничего невозможного, что человек это просто безграничное существо, которое может все что угодно, и мы хотим с одним моим знакомым, у которого с абстанцией своя, вот, который я веду йогу, который тоже нам очень много помогал на фестивале, мы хотим проплыть рекорд, поставить, там, получается, больше 200 метров, мы хотим проплыть границы на Сапе, от границы до границы, да, от Псоу до Гали хотим проплыть на Сапе и поставить такой рекорд, мы посмотрим, конечно, как у нас это все произойдет, потому что работа летом у него у меня, мы хотим это попробовать сделать в апреле-майе, и сейчас вот потихоньку, скоро будем начинать готовиться. Это русский парень, да? Это русский парень, но он здесь живет уже со школы, до последних старших классов, да, да. И так он сам с Байкалом. Поэтому, и вот, кстати, у меня машина тоже на него оформлена, ну, потому что это... Потому что очень многие приезжают из Сибири, из Дальнего Востока, с Байкала, вот человек местный, да, и здесь живут. Которому я доверяю, да, потому что здесь, знаете, ну, если брать местный ментилит, я не хочу никого обижать, ну, как бы ничего не так говорить, но, к сожалению, очень часто вот, ну, есть, как было с тем же министерством, потому что когда люди говорят, да, 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 там, ты о чем-то с ними договариваешься, да, вот у меня иногда возникает в Абхазии, говорят, что сказочная страна, у меня почему-то иногда идет такая мысль в голове, что сказка о потерянном времени. Мне знакомы говорят, ну, почему ты тут еще сидишь и не на Балике? Да потому что, ну, там, Кабали, Крыму, Воронеж, ну, как бы, в Воронеж я приеду, потому что мне не надо будет ничего искать, мне будут сами звонить, у меня уже все есть, ну, может, мне неинтересно, я не знаю, а здесь, скажем так, не паха на Абхуле, и попробуй сделать здесь, это как некий такой, даже самому себе вызов, да, попробуй вот здесь, вот, давай. Ну, и, конечно, нутки, нутки моей души, эта страна, она их очень-очень раскрывает, трогает, поэтому, поэтому мы здесь. И я иногда говорю такую ассоциацию, что Абхазия, это как сказка о потерянном времени, да, знаете, со сказкой о потерянном времени, потому что здесь по-другому двигается время, ты в настоящем, ты чувствуешь это время, и ты, бывает, договорился с кем-то, мне же надо, вот-вот, это не Москва, это там, сначала я Крыму так привыкал и грел, боже, какие они тут расслаблены, а здесь можно еще на 10 умножить еще более расслаблены, да, ну, потому что, ну, вот эта особенность, такие местного менталитета, они присутствуют, поэтому надо как-то подстраховываться, перепроверять, наверное, может быть, ну, не верить сразу сказанному, потому что раньше вообще у них было принято, может, оно, конечно, уже ушло, но делать что-то с русскими, а потом просто русских, как бы, оставлять ни с чем, скажем так. Юля, ну, что ты скажешь, свое мнение телезрителям, стоит ли сюда приезжать русскоязычным, обосноваться здесь жить, как ты считаешь? Конечно, стоит, но внутри нужно иметь стержень, собственно, как, в принципе, всегда, везде, в любом месте, и просто слушать себя, я не говорю, что надо закрыться от своего мира и отгородиться там, да, от Абхазов, но нужно быть начеку, внимательными, и какую-то связь с реальностью не терять, да, потому что, значит, что здесь люди приезжают, и какая природа, и буквально тает, и немножко, как будто бы теряется, вот, да, связь с реальностью, если вот плыть, скажем так, да, немножко куда-то плывут, так важно сохранить, да, всю эту бдительность, можно, конечно, плыть в этой всей красоте, но не терять вот эти вот важные моменты, и, конечно, можно, и мы постараемся сделать все для того, чтобы люди приезжали сюда, и им было здесь максимально комфортно, и можно было там и доверять, и прийти куда-то, и что-то сделать, что-то сделать хорошее, приятное, чтобы у нас было место, где мы все сядем в трубу, я не знаю, попьем чай, позовем интересных людей, пообщаемся, дети наши будут чем-то полезным заниматься, конечно, как можно сюда приезжать, конечно, здесь прекрасно. Ну, в общем-то, это как переезд в любое место, ты на любое новое место приезжаешь, везде надо, да, обустроиться, обосноваться, найти как где-то свое место предназначения, это везде так, здесь просто немножко другой менталитет, другая страна, поэтому... И вот этот вот поствоенный синдром, конечно, понятно, что им... А у них просто, знаете, вот у меня есть, ну, я занимаюсь еще помимо вот этой всей физической активности, очень интересный ориентированный терапевт, в Питере я училась на этом, и учителем работала, ну, в принципе, я наблюдаю, ну, как наблюдатель по жизни, скажем так, да, и чувствую какие-то, может, энергии, смотрю очень-очень тонко за какими-то процессами. У меня есть своя теория, может быть, она ничего не имеет общего с реальностью, но я просто поделюсь ей. Я считаю, что у нас есть такой эпифис в головном мозге, да, отвечающий за волю. И вот, возможно, вот эти вот все моменты там поствоенные, да, они как бы дают же отражение на людях, да, и вот они, может быть, сломали волю. Вот этот момент плюс, я не знаю, такое можно озвучивать или нет, но я думаю, что ни для кого не секрет, что в таких странах, как Абхазия, люди очень любят злоупотреблять разными средствами, скажем так, одурманивающего характера. Я думаю, что вот такие вот вещи, они очень сильно там мужчинам, людям, ну и сам вот этот вот расслабленный менталитет, плюс курортный фактор, который, безусловно, очень тоже меняет менталитет, меняет в форму человека, балует его, расслабляет, балует... Вот все эти факторы, я считаю, что буквально сломали им эпифис и волю. Поэтому, ну это вот мое личное наблюдение, мнение, оно может быть чисто моим. Я его никому не навязываю, но вот это то, что я заметила. Ты знаешь, что ты проводишь экскурсии? Да. Так ли это? Ну-ка расскажи. Да-да-да. Я сначала очень долго ездила с подругой, она меня, собственно, и учила там и вождению многого. Мы с ней обкатали там дальние маршруты, там источники, Шакуранский водопад, мой любимый. Я вообще считаю, что это сердце Абхазии. Ну, по-моему, ощущениями. Вот. И я объездила со знакомыми местными, была сама на некоторых экскурсиях, объездила вот с подругой места, и сама, собственно, да, предложили мне на одном месте работать в отеле, попробовать себя в этой роли, да. То есть у нас там сап-маршруты были всегда, попросили еще вот, услышали там, что я иногда это провожу, попросили тоже попроводить. Я начала так потихонечку проводить, всем очень понравилось, началось много спроса. Ну, и я подумала, почему бы нет, потому что это, знаете, как возродилось, тоже приезжают в наш отель там люди русские, и получилось так, что им комфортнее с русским с русским. Ну, как-то вот так сложилось, получилось, я как-то всегда была в приоритете, когда вот они выбирали экскурсии, и как-то предпочтение отдавали мне, собственно, вот так вот, по нарастающей все это и по-русски закрутилось, да. А сколько стоят твои экскурсии? Там экскурсии все разные, да, когда у нас сап, это одна цена, без сап это другая цена, но в целом цены демократические. Чем мои экскурсии отличаются, опять же, от непосных, да, чем вот люди обратную связь давали, и что им очень комфортно, что им не навязывают ну, такие, да, там, заезды, за сыром, не сыром, мёдом, дегустацию, да, дегустационное зало. То есть я не беру никакие проценты нигде, как бы, как сказать, наверное, ни с кем не сотрудничать. Хочу добавить, что да, экскурсоводы, которые возят экскурсии, у них с дегустационными залами идёт договорённость, проценты. Поэтому вот я не получаю эти проценты, я просто от души показываю Абхазию своими глазами, делюсь тем, что я люблю, и получаю положительную обратную связь. Очень приятно, Юнка, спасибо большое, что познакомились мы с тобой, ты рассказала о своей жизни, познакомила вот с этой вот Абхазией изнутри, именно как ты её прожила, как ты прочувствовала, как ты сюда попала с твоими глазами. Мы сейчас увидели, да, всю эту вот жизнь, которая происходит. Спасибо тебе огромное. Мы можем как-нибудь попробовать ещё, если мы поедем куда-то собираться, там, в Афрон, да, мы можем попробовать сделать мини-экскурсию в Афроне или что-нибудь такое подобное для канала, это у нас будет очень интересно. Поэтому, может, у нас не последняя встреча. всё ещё впереди. Конечно, это не последняя, не первая, не последняя, поэтому будем дружить, будем поддерживать и отношения. Всё, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok